Этого угля хватит, чтобы отапливать Уссуриск два месяца. Поставки осуществляются регулярно, поэтому дефицита топлива в городе нет. На год пятой котельной требуется 150 тысяч тонн угля. Основные проблемы в городе, которые возникали и могут возникать в последние периоды, это порывы на сетях, которые не являются муниципальными, то есть между домами и муниципальными сетями. Практически в этом году будет закончена замена сетей наиболее современными технологиями, наиболее энергосберегающими трубами и продолжится модернизация непосредственно самих котельных. Уже несколько лет ведется модернизация отопительной системы города. Все лето на пятой котельной кипела работа, не прекращаются внедрения новых технологий сейчас. Например, при запуске вот этого котла все дома, отапливаемые МЖК, переведут на пятую котельную. Благодаря современному оборудованию, новым трубам и квалифицированным специалистам котельная работает без сбоев. Модернизация продлится еще несколько лет. На эти работы запланированы миллионы рублей. Пока освоена небольшая часть. В рамках этой же программы идет установка паровой турбины. Такие турбины, получается, стоят похожие на сахзаводе и стоят, по-моему, в большом камне. Все. То есть у нас их немного просто этих турбин. У нас она новая. Мало того, экономия и независимость, независимый источник электроэнергии от Далинерго. То есть, например, если Далинерго отключила нас, почему-либо, мы можем спокойно работать на своей электроэнергии. На сбои в отоплении горожане жалуются редко. Больше недовольства выражают наоборот – слишком высокими температурами в квартирах. Для регулирования тепла недостаточно обновить отопительную систему в одной квартире. Без восстановления внутридомовых систем у населения, без восстановления кранов, которые им возможность была открывать. Раньше все перемычки убирали. Хотели, чтобы больше было тепла в доме принять. Краны демонтировали систему. Сейчас надо все это вставлять назад, чтобы граждане могли самостоятельно у себя в квартире перекрыть батареи. Также на 2014 год запланированы масштабные работы по переводу котельных на газ. Если все пойдет по графику, то в следующий отопительный сезон часть котельных у Суриска начнет уже с новым видом топлива.